Здравствуйте! В студии с выпуска новостей Амир Кедрасов. Яркие национальные костюмы, многообразие языков. Все это можно было увидеть и услышать сегодня во дворце угольщиков. Среди теплых улыбок и танцев прошли торжества по случаю Дня Народного Единства. К слову, это один из самых молодых государственных праздников, который был учрежден всего 12 лет назад. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, гументаловцы и гости города! Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем Народного Единства! День Народного Единства все еще остается молодым праздником. В честь этой даты в дворце угольщиков прошел торжественный концерт. Всех собравшихся со сцены с праздником поздравил глава администрации Борис Беляев. Сегодня День Народного Единства стал символом единения народа, стремления к миру и взаимопониманию. Мы живем в современном открытом мире, в котором стираются границы. И мы обязаны помнить, что у всех нас единые корни, единая основа. Я сердечно поздравляю всех вас с Днем Народного Единства! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Удачи на жизненном пути, успехов и достижений! И всего самого доброго вам и вашим семьям! С праздником! Для всех собравшихся на сцене выступали творческие коллективы города. Открыл концерт зажигательным танцем народный ансамбль «Контраст». В течение всей концертной программы творческие коллективы передавали свое праздничное настроение зрителям. Они взамен отдавили артистам нескончаемыми аплодисментами. Праздничное настроение было на высоте. Ну, во-первых, город весь поздравляю с таким праздником Единства. Он действительно выражает наше единство, наше общение, наше уважение друг к другу. И то, что у нас мир над головой и в нашем городе такое приятное ощущение между собой, говорит о том, что этот праздник полностью соответствует единству. А настроение у нас чудесное, праздничное. Всех вас поздравляю с праздником, здоровья, счастья, долгих лет! Это единство, чтобы все национальности дружили, чтобы мир был на земле. Этот праздник, он всегда, вот как День Победы, такое же имеет отношение. Мы сейчас большую энергетику зала чувствовали на себе. И по аплодисментам горячим, и потому, как слушали люди. Потому что песни-то были о Родине, о Руси. И мы желаем нашей Родине здравия. Поэтому первая песня наша была «Я поставлю свечу и помолюсь за Россию, о ее здравии». Праздник удался. Атмосфера в дворце была и правда дружественная. Можно с уверенностью сказать, что единение народов нашей страны было, есть и будет. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Продолжаем выпуск сегодня. На центральной площади села Ермолаева прошел митинг, посвященный Дню Народного Единства. В рамках мероприятия состоялось знаменательное событие – открытие памятника военной техники – инженерной разведывательной машины «Жук», которая принимала участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Южной Осетии. Открытие памятника в этот праздник стало символичным событием, как подтверждение военной мощи России, демонстрации сплоченности и народного единства. На торжественном мероприятии присутствовали участники боевых действий и ветераны, а также руководство района. «Славные и героические свершения предков всегда будут служить нам примером сплощенности, солидарности и патриотизма. И пусть лучшим признанием и памятью их заслуг будет наш совместный добросовестный труд во благо нашей общей Родины – Россия. А благополучие, дружба, взаимопонимание и согласие всегда господствуют на земле». За весомый вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение культурных и духовных ценностей на митинге были награждены благодарственными письмами военные деятели и руководителя районных предприятий. Напомнил всем присутствующим о важных событиях, связанных с военной историей страны, депутат Госсобрания Курлтая Республики Рустам Игбаев. Он также отметил важность сохранения традиций и культурных ценностей для молодого поколения. Поздравлением присоединились приглашенные гости из других районов. «Если мы будем сплочены, если мы будем одной дружной семьей, тогда никакой враг, никакой нам противник не страшен будет. И у них желание никогда не появится, даже плохого слова сказать, в нашу сторону. Поэтому еще раз с праздником вас, здоровья вам десантного, светлого будущего и чтобы не было войны». Почетное право открытия памятника военной техники было предоставлено главе администрации района Ахату Кутлахметова. После состоялось торжественное возложение цветов и гирлянды славы к вечному огню. В память о героях, отдавших свою жизнь за родину. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Желаю тебе, земля моя, Весокого неба ясного, И счастья желаю тебе. В преддверии праздников школьников посвятили в кадеты. Торжественная церемония состоялась в шестой школе. Поздравить ребят со знаменательным событием пришли их наставники из полиции, родители, преподаватели и атаманы казачьих объединений. Шагая в ровном строю, в актовый зал шестой школы заходят первоклассники. Здесь их уже ждут заволнованные учителя, родители, бабушки и дедушки. Для этих мальчишек и девчонок сегодня очень важный и знаменательный день. День посвящения в кадеты. И это звание их ко многому обязывает. Сегодня мы принимаем кадеты младших. Это первый класс. Они только учатся, достигают азы дисциплины, азы военного уклада. Ну и пятый класс в казаке. Это мы открываем единственный в башкирии кадетский класс. Ребята готовились, очень горно готовились. Даже сегодня утром у них такое волнованное настроение. Стараются показать себя лицом. Это уже у нас стало традицией. Кадеты произнесли слова верности родине, обещание хорошо учиться, быть верными товарищами, не позорить честь мундира. Первый кадетский класс появился в шестой школе в 2008 году. За эти годы выпустились сотни ребят. Многие из которых связали свою жизнь с правоохранительными органами. Так как в таких классах воспитывают чувство гражданской ответственности и патриотизма, полученные знания пригодятся детям независимо от того, какое в будущем они выберут профессию. Сегодня необходимо, будем говорить, привлечь людей с богатым жизненным опытом, прошедших службу в силовых структурах, просто в армии, в российской армии, чтобы готовить ребят именно к будущей жизни, готовить настоящих защитников отечества. Вот сегодня они маленькие, но они через несколько лет будут взрослыми людьми. И вот это зерно, которое в них сегодня будет заложено в школе, офицерами казачьими. Это даст им, как бы сказать, еще основу дополнительную в их жизни. Поздравить ребят со знаменательным днем приехали гости с города Милеус. Они перевезли с собой подарки, книги и благодарственное письмо директору школы. Мероприятие проходило ярко и трогательно. Для зрителей ребят исполнили песни и стихи. Также в этот день ребятам вручили удостоверение кадета. И те, кто удостоился такой чести, безмерно этим гордятся. Впереди у ребят несколько лет учебы. Преподаватели и наставники надеются, что слова клятвы, которые произнесли кадеты, не будут для них просто пустыми словами, а станут смыслом жизни. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Ну а тем временем в пятой школе в преддверии праздника Дня народного единства прошли спортивные соревнования с гордым и патриотическим названием «России. Славные сыны». Участие в них приняли кадетские младшие классы из двух городских школ. Военно-патриотическое воспитание в пятой школе является одним из приоритетных. Поэтому именно спортивное мероприятие было организовано в честь праздника народного единства. Учащиеся младших классов из двух школ пятой и десятой соревновались в необычных конкурсах. По словам организаторов, виды эстафет подбирались так, чтобы каждый участник ощутил себя защитником Родины. И названия этапов говорили сами за себя. «Преодоление преграды по-пластунски», «Установи лину», «Подбей вражеский танк» и другие. За конкурсантов активно болели их родные и одноклассники. Они эмоционально поддерживали сверстников, старались подсказать им, как быстрее и удачнее пройти тот или иной этап. Кроме того, кадетский хор и танцевальный ансамбль школы подготовили для участников творческие выступления. Мы поддерживали свою команду, пели песни. У нас кадетский корпус. Мы очень любим петь, поступать. Мне понравилось, когда мы в синих туннелях пролезали и брали тяжелый мячик и обегали. И бежали назад команде. Ребята обеих участвующих в школах, несмотря на юный возраст, активно готовились к соревнованиям. Не только на занятиях физкультуры, но и занимались в дополнительных спортивных секциях. Сами конкурсные этапы не были известны командам до самого дня соревнований. Участники подготовленные не были. Эстафеты для них были новыми. Поэтому, конечно, сама физическая подготовка наших кадетов говорит о лучшем, о хорошем. Молодцы. Обе команды шли почти вровень, поочередно опережая друг друга на разных этапах. Участники уверенно преодолевали все препятствия и сумели показать достойный уровень подготовки. Для победы нужно, чтобы участник был, быстрее, ловкий, ну и сильный. Мы, думаю, работали в команде и поддерживали друг друга. Помогать друг другу, поддерживать, это доцепли... ну, доцеплина. Ну, чтобы ты был быстрым и... Ну, чтобы ты смелым и чтобы не подвел команду. С небольшим отрывом счетом 3-2 победила команда кадетов пятой школы. Им были вручены грамоты и памятные подарки. Но так как День народного единства – это праздник мира и дружбы, соперники также не остались без поощрительных призов. Одновременно два праздника отметили жители Куюргазинского района на днях. День народного единства и День работника сельского хозяйства. На торжестве лучшие труженики агропромышленного комплекса района получили дипломы и награды. А для всех гостей мероприятий был организован праздничный концерт. На весенней заре воздух свежий и синий, Постаревший отец, седянувши, веля, говорил у крыльца Тихим голосом сыну, провожая его первый раз на полях. День работника сельского хозяйства честуют всех тружеников агропромышленного комплекса. В районном Доме культуры села Ермолаева прошли торжественные мероприятия, посвященные этому событию. Агропромышленный комплекс – это не просто производство, неиссякаемый родник, из которого мы берем силу жизни. На вашу долю выпадает немало испытаний, но, несмотря на это, вы сохраняете верность земле и крестьянскому долгу. Своим самоотверженным трудом работники сельского хозяйства обеспечивают население качественными продуктами питания. Их основная задача – стабилизация и увеличение производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Все это является залогом успешного развития сельского хозяйства страны. Поздравить виновников торжества на мероприятие была приглашена депутат Государственного собрания Курултая Розалия Хисматулина. Несмотря ни на что, пусть тяжело, пусть не столь быстрыми темпами, как хочется, но стабилизация экономики заметна, видна. По итогам 9 месяцев правительство Российской Федерации об этом объявило, что наступает стабилизация. Но это не говорит о том, что завтра мы заживем лучше всех на белом свете. Этого, конечно, мы ждать не можем. И только наш с вами труд, ежедневный, каждодневный труд, приведет к этим результатам, которые нам хотелось бы. За профессиональные достижения грамотами и дипломами были награждены руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, а также работники пищевой и перерабатывающей индустрии. В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт. Так как одновременно проходили празднования в честь Дня народного единства, творческие коллективы Дома культуры подготовили музыкальные номера. Для гостей мероприятия выступили ансамбли с традиционными национальными песнями народов башкородства. И к другим темам. Рост детского травматизма при ДТП по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Кумертау. Печальную статистику приводят сотрудники ГИБДД. Обратить внимание на самых юных участников дорожного движения при зоне акции «Внимание, дети!». С 4 октября на территории республики проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Акция акцентирована в первую очередь на безопасность детей на дороге. Вообще дети – это наше будущее, поэтому эта акция, я думаю, что правильная. И раз будущее за детьми, значит, больше кому заботиться о них? Нам заботиться. Следующее наше поколение. По всей стране идет рост дорожно-транспортного травматизма. С целью профилактики сотрудники ГИБДД проводят рейды на дорогах. Здравствуйте. Инспектор ДПС, старший лен полиции Бокова. Документы можно, ваши товарищи водители? На территории республики проходят мероприятия «Внимание, дети!». Я у вас вижу ребенка сзади. Он пристегнут в специальное удерживающее устройство? Да, да, да. Здравствуйте. А почему не пристегнута Аделина? Водитель данного автомобиля перевозил ребенка без автокресла. Сразу возникает вопрос, почему? Ведь применение детских автокресел позволяет избежать самых страшных последствий. Статистика свидетельствует, более чем в 70% аварий автокресло для детей позволит спасти жизнь маленьким пассажирам. Оно принимает на себя основной удар при аварии, снижая риск получения ребенком травм. Уже более трех лет автокресло стало обязательным и в России. Но, к сожалению, до сих пор некоторые воспринимают специально удерживающее устройство для детей, как очередную причуду сотрудников ГИБДД. Как вы сегодня оказались свидетелем, то есть мы работаем на дороге, выявляем правонарушителей, которые перевозят детей без специально удерживающих устройств. То есть проводим с ними беседы и накладываем на них административный штраф в размере 3000 рублей. Я так думаю, чтобы водители поняли, что безопасность детей – это прежде всего. По словам инспектора, по пропаганде подобные акции положительно влияют на автолюбителей. И с каждым днем автонарушителей становится меньше. Тенденции роста есть в лучшую сторону. Начиная с того года идет снижение, то есть уже меньше водителей перевозят детей. Заметно уже у водителей появились специально удерживающие устройства, специальные адаптеры, то есть пристегивают. Но все равно попадаются водители, которые забывают либо пристегивать, забывают либо покупать кресла. Также я хочу обратиться к водителям, которые недавно стали родителем, у которых недавно родились дети, что продаются в магазинах специализированных специальные люльки, где можно перевозить новорожденных детей. Я обращаюсь к ним, чтобы они покупали данные люльки и устанавливали своих автомашин. Мы должны помнить, наименее защищенными при аварии являются дети. Каждая поездка в машине потенциально опасна для их жизни и здоровья. Ведь ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. За 9 месяцев в городе Кумертал произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 8 детей. Это на 5 случаев больше, чем в прошлом году. Профилактическая акция «Внимание, дети!» продлится до 11 ноября. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Продолжаем выпуск. 2 ноября в филиале РЦНТ «Дуслык» состоялся концерт Народного оркестра русских народных инструментов под руководством Владимира Турченко. На сцене впервые произведения русских и мировых классиков играли два оркестра. Это творческие объединения городов Кумертау и Стерли-Тамак. Концертную программу нового сезона посмотрели и мои коллеги. Премьерой новой программы открыл сезон Оркестр русских народных инструментов под руководством Владимира Турченко. Горожане любят и всегда тепло воспринимают встречи с коллективом. Каждое его выступление становится важным событием в культурной жизни города. В эти дни руководителю оркестра, заслуженному деятелю искусства Российской Федерации, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан, исполнилось 70 лет, 50 из которых он посвятил искусству. 2 ноября в филиале РЦНТ «Дуслык» состоялся творческий вечер, посвященный юбилею маэстро. На концерт пришли истинные ценители живой музыки. Мне нравится их репертуар, нравится исполнение, потому что приезжала и уфимская филармония, и я считаю, что здесь на очень высоком уровне, высокие профессионалы исполняют всю эту музыку, и она нам знакома из кинофильмов, оперы, опереты, кто может сравниться с Матильдой моей. Все это прекрасно и создает атмосферу праздника. Мы первый раз, во-первых, пришли, но мы слышали, в прошлом году приезжали они, по-моему, позапрошлом, очень хорошие отзывы, поэтому решили прийти посмотреть самим. Я поступила на Домбру, и я пришел сюда, чтобы услышать, как играет мой учитель, он меня учит на Домбру, ну, специальность такая. В репертуаре произведения русской и мировой классики, народные песни, а также их современная обработка. Задорные плясовые или всем знакомые произведения из кинофильмов звучали особенно ярко в исполнении двух коллективов. На сцене своим мастерством восхищали оркестры русских народных инструментов города Кумертау и Стерлитамак. Музыканты продемонстрировали слаженность, которая, безусловно, является заслугой руководителя коллективов. Именно легкий взмах дирижерской палочки объединяет звук каждого инструмента в одно оригинальное произведение. Яркие краски в программу добавили выступления Ирины Варламовой, а также солистов Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Кульминацией праздничной программы стало солирование Владимира Турченко. В этот вечер поздравить Владимира Ивановича с замечательными событиями пришли его коллеги, ученики, друзья. С теплыми пожеланиями дальнейших творческих успехов обратилась директор управления культуры Татьяна Лихачева. От имени главы администрации города поздравительный адрес передала его заместитель Наталья Лапшина. Ваше имя и имя вашего коллектива, нашего оркестра, конечно же, навсегда вписано в странице истории нашего города. И оно символизирует собой целую группу развития культуры в нашем городе. Мы восхищаемся вашим талантом, который заслуживает и восхищение, и уважение. Концерт стал праздником и для слушателей, и для исполнителей. Произведения в исполнении музыканта вызывали разные чувства. Радость и грусть, веселье и ностальгию. За каждое выступление зрители благодарили оркестрантов искренними аплодисментами. По завершении концерта в интервью Владимир Иванович признался, все получилось так, как было задумано. Я не случайно собрал два оркестра в этот день, потому что показать городу Стрель-Тамака и Кумертау, что это значит, что это значит оркестр такой цельный, мобильный, большой, это впервые прозвучало, и на мой взгляд это удалось. Фестиваль в гостях у Агбузата собрал одаренных детей из городов и районов Башкортостана в селе Ермолаева. Республиканский фольклорный фестиваль детского и юношеского творчества проходит ежегодно с 2012 года в Куиргазинском районе. В селе Ермолаева прошел фольклорный фестиваль детского творчества в гостях у Агбузата. В фестивале приняли участие 51 коллектив и солисты из разных городов и районов республики. Всего около 400 участников. Они состязались в знании башкирских обрядов и традиций, хореографии и народных песен. В судейской коллегии присутствовали такие известные личности, как ученый-фольклорист Ахмед Сулейманов, башкирская писательница Марьям Буракаева и другие. Успешных выступлений конкурсантам пожелала заместитель главы администрации Люция Хамитова. Дорогие дети, язык нашего народа очень красив и богат. Пойте национальные песни на родном языке. Ваши самые прекрасные мечты пусть непременно возродятся в жизнь. С праздником вас всех от всей души поздравляю. Фестиваль творчества в гостях у Акбузата проводится для сохранения и развития традиций народного исполнительского мастерства, приобщения юных талантов к искусству башкирского народа. Кроме музыкальных номинаций, участники соревновались в конкурсе сэсенов, в декоративно-прикладном искусстве и в рисовании. В музыкальных номинациях были определены лауреаты первых, вторых и третьих степеней, а победители творческих конкурсов получили призы республиканской газеты «Ян Шишме», детского журнала «Акбузат» и других башкирских СМИ. К новостям спорта 4 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» состоялся настоящий спортивный праздник. Сегодня был дан старт открытому республиканскому турниру по боксу на призы главы администрации города Кубертао. Соревнования продлятся до 6 ноября. Подробнее об открытии турнира расскажет мой коллега Константин Меркушев. Родоначальники бокса англичане говорят, что бокс – это обмен мнениями при помощи жестов на расстоянии. На кубке главы администрации по боксу среди юношей съехались боксеры со всей республики, а также спортсмены из Оренбургской области. Участников около 50 человек. Это из городов Уфа, Стрельтамак, Ишимбай, Мелиус, Кюргазинский район, Кугарчинский район, а также из Оренбургской области, это село Октябрьское. Значимое в спортивной жизни города мероприятие привлекло немало болельщиков. Азарт и эмоции зрителей – лучший показатель неподельного интереса к этому зрелищному виду спорта. Открытие турнира посетили первые лица города, а также почетные гости. Одним из них – четырехкратный чемпион России, вице-чемпион мира и Европы, а также участник Олимпийских игр Ильфат Разяков. Мне очень приятно здесь находиться. Здесь благодарю, конечно, Министерству спорта Республики Башкорстан, главу Кумертау. Это такие люди, что именно создали именно в короткое время, так как опорный вид спорта у нас – бокс в Республике. Сделали эти соревнования. Благодаря им, наверное, это все состоялось. Соревнования в городе на Кубу главы проходят впервые. Организация подобных мероприятий делая очень ответственное, важное и крайне сложное. Турнир такого масштаба первый раз проводим. Я думаю, турнир удался. И организация хорошая, и призы хорошие также будут. Думаю, будем развиваться. И с каждым годом и география будет расширяться. То есть из регионов России будем приглашать команды. Думаю, что бокс в городе Кумертау будет у нас развиваться. Зрелищный, динамичный, всегда непредсказуемый по результату бокс очень прижился в Республике. Где кроме мудрости, всегда в почете и в уважении было умение постоять за себя и близких. Своим видением дальнейшего развития бокса в городе поделился основатель этого вида спорта в нашем городе, заслуженный тренер Республики Рашид Фаткулин. На конференции я говорил, подвал закрывать, открывать секции, чтобы дети занимались у специалистов. Поэтому, видя сегодня такие условия, как не радоваться. Это счастье для меня. Я уже не в спорте, но душой. Я остался в спорте. Я радуюсь, что есть какие успехи в городе Кумертау. Я думаю, производство поднимется, молодежь растет. В первый день соревнований состоялось множество поединков. Одним из зрелищных оказался поединок весовой категории до 54 килограмм. Алмаз из Кумертау боксировал со спортсменом из Трильтамака. Оба боксера с первого раунда двигались быстро, пытались как можно быстрее захватить лидерство, набрать очки. И было видно, что наш земляк Алмаз Давлетбаев подготовлен лучше своего соперника. Бой, конечно, сложный был. Бои всегда сложные. Даже если соперник слабый, то все равно физически это все очень сложно. Ну, что умею, то и показываю. Ну, не получилось то, что правой рукой слабо просаживал, потому что он мне с локтя ударил прям по мышцам. Ну, так получилось. И оно у меня забилось очень сильно. А так, серии, которые я хотел пробить, они, в общем, получались. Соревнования только начались. Впереди еще несколько дней боев. Остается пожелать участникам соревнований упорства и настойчивости в достижении победы. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В спортивно-оздоровительном комплексе «Сокол» в села Ермолаево прошел пятый открытый турнир по мини-футболу в памяти воина-интернационалиста Рафика Терегулова. В соревнованиях приняли участие футбольные команды из Кумертау и близлежащих районов. Радик Терегулов погиб в Афганистане 3 ноября 1982 года. Именно поэтому соревнования проводятся в этом месяце. Турнир по мини-футболу в память о солдате проходит ежегодно в течение пяти лет. Шесть команд прибыли в район для участия в спортивном мероприятии. Команды разделились на две группы. И из них команда Тюльганов, команда Горта Кумертау, команда Альшеевского района, команда поселка села Мурабталова, Ермолаева, Сокол. И еще команда Ермолаева-2, тоже команда с Сокол. Все они ребята целеустремленные. Поддержать юных спортсменов на соревнования пришли представители администрации. Вы дети, наши будущие. Мы вами гордимся. Вы не только спортом занимаетесь. Вы сегодня хорошо учитесь. Это большого инородного успеха. Поэтому, дорогие дети, уважаемые гости, уважаемые подгонки и дамы санадисты, всем я желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия нашим. Перед началом турнира прошла презентация биографических фотографий Радика Терегулова, где было рассказано о его детстве, юношестве, годах военной службы и достижениях. Искреннюю признательность всем присутствующим выразила сестра солдата Лира Терегулова, также посетившая соревнования. Она поблагодарила всех организаторов и участников турнира за сохранение памяти о братьях и других погибших воинах. Хочется сказать благодарность всем организаторам этого мероприятия. Ахат и даст желаю, что ежегодно у нас такие мероприятия проводятся в памяти, потому что, конечно, Радик уже об этом не знает, но родственника маме Венель Зайдоловне, она уже достаточно пожилая, 79 лет и не может принимать участие. Но, тем не менее, ей все равно приятно. Хат и даст спасибо, что ежегодно мы это проводим. Сама игра прошла зрелищно и интересно. Команды боролись за каждый мяч с первой и до последней минуты. В полуфинале соревновались команды из Тюльгана и Куэргазинского района. Они сыграли в ничью, и спор разрешился по пенальти. Тюльганцы прошли в финал, а команда «Сокол» из села Ермолаева продолжила игру с ребятами из Зиянчуринского района, в итоге став бронзовыми призерами турнира. За первенство тюльганские футболисты сыграли с кумертаусцами. Со счетом 3-1 победу одержала команда из города Кумертау. Спортсменам, попавшим в тройку призеров, были вручены кубки и медали. И каждой команде достались мячи в память о турнире. Что ж, это была последняя информация выпуска. Удачных вам выходных и до встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова